Девушки отдыхают Водители не пострадали Этажом выше спецназ на крыше В отряде милиции особого назначения прошли учения бойцов альпинистской группы Драма в Хойниках Пара молодых жителей райцентра отравилась угарным газом 23-летний парень погиб, 18-летняя девушка попала в больницу Властелин кольца Гомельчанин забрал из ломбарда чужое украшение и продал его незнакомцу Прошедшая неделя отметилась несколькими резонансными ДТП В одном из которых, несчастью, не обошлось без жертв 39-летний гомельчанин погиб средь бела дня на глазах у множества очевидцев Авария произошла в субботу, 14 ноября, в микрорайоне Сельмаш В час дня автомобиль Део Нексия двигался по проспекту Космонавтов В сторону улицы Полесской На перекрестке с улицей Царикова Део столкнулся с грузовым Мерседесом, который остановился на красный сигнал светофора От удара легковой автомобиль отбросило в правую полосу, где произошло еще одно столкновение с двигавшимся по ней Фольксвагеном В результате водитель Део Нексия получил тяжкие травмы, от которых погиб на месте По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима В каждом втором дорожно-транспортном происшествии по причине нарушения правил обгона погибает человек Это говорит о том, что такое нарушение несет в себе очень большую опасность Еще одно массовое ДТП, кадры которого уже попали на Ютуб Произошло рано утром, 18 ноября, на автомобильном мосту через Днепр в Жлобинском районе Проезжавшим по нему водитель Мерседеса из-за скользкости дороги не справился с управлением И совершил наезд на ограждение моста Водители четырех автомобилей, которые ехали сзади, применили экстренное торможение Но из-за скользкости также не смогли избежать столкновения друг с другом Один из пассажиров, взяв знак аварийной остановки, побежал назад, чтобы остановить транспортный поток Заметив человека, применили торможение водители еще двух машин Легковой с полуприцепом и грузовой масс Однако дорожное покрытие, превратившееся в каток, и здесь сыграло свою роль Масс столкнулся с прицепом, а затем с ограждением моста Пытаясь объехать место ДТП, врезались еще три легковушки, которые ехали следом В общей сложности механические повреждения получили 10 машин К счастью, никто из людей не пострадал В то же время состояние дорожного покрытия на мосту вызывает претензии По этому поводу в госавтоинспекции составлен административный протокол В отношении должностного лица Дорожно-эксплуатационного управления номер 47 Предприятие Гомель Автодор ГАИ призывает водителей выбирать безопасную скорость и дистанцию движения с учетом погодных условий В отряде милиции особого назначения Гомельского полка патрульно-постовой службы Состоялись тактико-специальные учения И главными участниками стали бойцы ОМОН, которые имеют альпинистскую подготовку И входят в окно, когда милицию не впускают в двери На учениях, проходивших в Гомельском районе, побывал корреспондент де-факто Согласно легенде учений, всё началось с происшествия в посёлке Чонки Пьяный мужчина пришёл в магазин и, угрожая продавщице ружьём, забрал бутылку водки Уходя от погони, преступник забаррикадировался в одну из комнат заброшенного здания На предложение сдаться отвечал стрельбой Перестреляй, у меня сидят дешево! Через подвал в здание проникает группа захвата Бойцы передвигаются под прикрытием бронированного щита В арсенале также винтовка Мосберг, специальные вышибные патроны и увесистая кувалда С их помощью милиционеры выбивают запертые двери Тем временем альпинистская группа готова к штурму Операция переходит в финальную стадию Условный преступник, которого талантливо сыграл сотрудник ОМОНа Обезврежен и утратил боевой пыл Достигнуты и цели учений Цель тактики специальных учений заключается в том, что Это работа альпинистской группы, слаживание личного состава И взаимодействие по пятибалльной на пять баллов Но есть на чем работать, есть совершенствоваться Есть другие подразделения, у которых мы берем что-то Берем опыт, созваниваемся, работаем и внедряем Драма в Хойниках Пара молодых жителей райцентра отравилась угарным газом 23-летний парень погиб 18-летняя девушка попала в больницу Причиной трагедии стало нарушение элементарных правил безопасности Молодые люди уединились в гараже знакомого И разместились в салоне автомобиля Перед этим немного выпили В какой-то момент стало холодно И парень запустил двигатель Пока угарный газ заполнял помещение Расслабленная алкоголем парочка потеряла сознание Первыми тревогу забили родители парня Когда тот не вернулся домой и не отвечал на звонки по телефону Утром к поискам подключились друзья Которые выяснили, куда накануне ушел их товарищ с девушкой Гараж оказался заперт изнутри Чтобы попасть туда, работникам МЧС пришлось срезать петли ворот Спасти парня бригаде скорой помощи не удалось Девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу Выхлопные газы автомобиля являются вторым после пожаров Источником образования углеводорода И находясь в закрытом помещении при работающем двигателе Его концентрация постепенно возрастает Через несколько минут наступает потеря сознания у человека Еще через несколько минут наступает его смерть То есть проходит достаточно короткий промежуток времени На момент вскрытия гаража двигатель автомобиля уже не работал Поскольку израсходовал весь запас топлива Милиция и отдел Следственного комитета проводят проверку Назначена судебно-медицинская экспертиза Нелепым образом пострадал и житель Гомеля Который не нашел лучшего места, чтобы укрыться от дождя и холода Чем трансформаторная подстанция Более того, оказавшись внутри, мужчина остался на три дня В течение которых распивал в своем оригинальном пристанище спиртные напитки Утром в понедельник энергетики зафиксировали сбой В работе подстанции на улице Спортивной Прибыв на место происшествия, они обнаружили внутри мужчину Сильными ожогами лица и руки С диагнозом электротравма пострадавший был доставлен в ожоговый центр Первой городской больницы Люди в алкоголь не попадают к нам довольно-таки часто Это примерно одна треть, может быть, даже половина ожоговых травм По факту происшествия, соответствующая комиссия проводит проверку Житель Гомеля подозревается в краже ювелирного изделия у своей знакомой Нетипичные обстоятельства в этой истории граничит с курьезом Однако в то же время грозят серьезными последствиями одному из участников Мужчина может оказаться на скамье подсудимых Изначально потерпевшая добровольно отдала украшение знакомому И попросила, чтобы тот заложил его в ломбард Поскольку у самой женщины на тот момент не было паспорта Как рассказали де-факто в одном из ломбардов Не имеющих отношения к этой истории, документ в таких случаях непременное условие Мы разговариваем только, когда у человека есть паспорт То есть мы проверяем паспорт, сверяем с личностью человека Чтобы обязательно это был его паспорт Чтобы был совершеннолетний человек Потому что тоже такие бывают случаи, когда приходят И на них дети несовершеннолетние, то мы не принимаем у них золота И мы полностью все это записываем в базу данных Которые потом передаем в общую базу данных Где проверяется человек и смотрится Легальное золото происхождение мы не можем проверить Но так как мы проверяем, записываем полностью данные людей То в общем-то очень легко будет, если вдруг это украдено было Легко будет очень потом это восстановить и выявить этого человека Через три дня уже по своей инициативе Мужчина выкупил кольцо и снова продал какому-то незнакомому человеку Когда же сама хозяйка захотела вернуть дорогую сердцу вещь обратно Выяснилось, что это уже невозможно Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы Действия подозреваемого, квалифицированного по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь Как тайное похищение имущества, кража На данный момент проводится дальнейшая проверка Каждую осень в области происходит рост краж сдачных участков граждан Не стал исключением и нынешний год В сентябре в регионе зарегистрировано порядка 50 таких преступлений Причиной большинства стала беспечность, проявленная самими хозяевами В профилактических целях сотрудники Гомельского РОВД посетили один из дачных кооперативов Садоводческое товарищество Тубус находится рядом с областным центром Дачный поселок начал строиться еще в начале 80-х О мерах безопасности тогда задумывались мало За годами актуальность проблемы росла Несколько лет назад за свои деньги члены кооператива обнесли периметр ограждения Теперь в поселок просто так не попасть Проголосовали за то, чтобы периметр закрыть Закрыть на замке, на ключи ворота Раздать вот так, как и получилось Вот как видите, у нас все это закрывается Трое ворот, три выхода И все из замка Люди сейчас, которые тут живут, настолько сейчас к этому относятся добросовестно За последние пять лет здесь не совершено ни одной кражи В общем и целом Тубус можно считать положительным примером Хотя и без недостатков не обошлось На некоторых участках фактически в свободном доступе находится имущество, которое может привлечь злоумышленников Кстати, это самая распространенная оплошность дачников Все, что остается на участках, потенциальная добыча преступников Особенно в поселках, находящихся далеко от населенных пунктов, где живут люди постоянно На безлюдных дачах воруют все Проникают в дачные участки, в дачные домики, которые не оборудованы на окнах решетками Не укреплены двери, воруют металл, продукты питания Одежду воруют тоже Были такие случаи, что свое оставляли, а одевали более новейшую одежду и уходили Через неделю, через месяц, некоторые через несколько месяцев приезжают и обнаруживают факт проникновения и хищения имущества Следы, получается, исчезают уже и найти злоумышленников уже не представляется возможным Современные технологии позволяют оборудовать дома средствами безопасности по доступной цене Видеокамеры, сигнализация с использованием каналов радио и GSM Светодиодные фонари с датчиками движения и многое другое Принципиальный момент один – желание самих хозяев защитить свой домик в деревне Участковые милиционеры Гомельщины приняли поздравление с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 17 ноября Торжественная мероприятие по этому поводу состоялась в ОВД Гомельского облсполкома Служба участковых уполномоченных в системе внутренних дел была образована в 1923 году Хотя аналог существовал еще в дореволюционной России Полицейских этой категории тогда называли участковыми приставами В поздравлениях, которые звучали со сцены, отмечалась главная особенность службы – ее максимальная близость к населению А потому и отношение граждан к милиции Оценка ее роли во многом зависит от того, как работает участковый инспектор Сотрудники, достигшие лучших показателей в повседневной служебной деятельности, отмечены наградами МВД и Управления внутренних дел Участковый на своем участке – это министр внутренних дел, который решает практически все задачи Это и раскрытые преступления, предупреждения, работа с социальными лицами То есть поддерживать постоянный правопорядок на обслуживаемой территории Поэтому служба очень важна, очень важна И от того, как работает участковый, конечно, зависит много И это все, что мы успели рассказать вам сегодня Берегите тех, кто вам дорог Увидимся ровно через неделю на канале Беларусь-2 До встречи!